Сорок бедных Отсадь безусый, слишком юный, чтобы умирать, но отсадь еле поспевает. Семенила старенькая мать, о пощаде немца умоляясь. «Най!» — твердила он важно, — «расстреляй!» Нет, она просила, — «пожалейте, отмените казнь моих детей, а взамен меня, меня убейте!» «Оставьте сыновей!» — и ответила офицер Ячинна, — «Ладно, матка, одного спасай, а другого расстреляй, сына! Кто тебе велее, выбирай!» Как смертельной этой круговерти ей сберечь кого-нибудь суметь, если первенца спасет от смерти, то последней же обречен на смерть. Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы и вправду выбирала, кто дороже, кто роднее ей. Взгляд туда-сюда переводила, — «Ох, не пожелаешь же врагу пукты!» Сыновой перекрестила и призналась в лицу, — «Не могу!» Но тот стоял и пробивая, с наслаждением нюхает цветы. «Полни! Одного мы убиваем, а другого убиваешь ты!» Старший виновата улыбаясь, младший во груди своей прижал. «Браво! Спасайся! Но я останусь! Я пожелаю, а ты не начинал!» Отосвался младший, — «Нет, братишка, ты спасайся! Что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки? Я вижу, не стоит начинать!» Тут, учтив о ней, смолкнул Фельдер, — «Отодвигав плачущую мать, отошел к подальше Гелогита и махнул перчаткой, — «Расстрелай!» Ах, но ведь побывала им птицы, на сутки и трог на небесах! Мать, рожа на покрые ресницы, на детей глядит во все глаза, А они, огнявшись, как ибрежно, спят с лицом, беспробудным сном, Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошевшие на сутки. Мать, безмолвно сердцем каменея, уж не жить сыночком, не цвести, Дурованка, получая книги, одного могла бы хоть спасти, А она, поюкая и тихо, протиралась в моем сыне крови. Вот такой убийственной великой может быть у матери любви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова